Здравствуйте! Вы смотрите «Свое дело» – программа для тех, кто мечтает открыть бизнес, но не знает, с чего начать. Мы подскажем вам, как это сделать грамотно и добиться успеха. О том, в какой детский сад определить своего ребенка, сейчас думает почти каждый. Вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях до сих пор стоит остро. Особым образом решить его однажды решилась Ирина Шепталова. После рождения сына девушка открыла детский развивающий клуб для жителей Кенеля. Начинала с проведения детских праздников. После открыла группу дневного пребывания. В 2010 году бизнес-фоман приняла участие в конкурсе грантов от Министерства экономического развития Самарской области и выиграла 300 тысяч рублей. С помощью этих средств она купила необходимое оборудование, в том числе детский игровой лабиринт. В основном это как бы как изначально было, это развивающие занятия. Но сейчас просто у нас проблема как бы государственная нехватка мест дошкольных образовательных учреждений. И поэтому частично мы ее стараемся как бы тоже решить и помочь. У нас порядка 85 воспитанников. Из них это детки, которые ходят на полный день, это в детский сад, это 20 человек. Детки, которые ходят на неполный день. У нас есть танцевальный коллектив «Умка». Это порядка там тоже их 15 человек. Старшая группа у нас лауреата и дипломаты разных конкурсов. Самарский в том числе, ну помимо кенельских. Плюс у нас еще вечернее развивающее занятие для тех детей, которые посещают муниципальный детский сад. Они вечером приходят на подготовку к школе. Коллектив детского клуба работает сразу в нескольких направлениях. Это помогает уверенно стоять на ногах, даже когда начинаются трудности. Они продолжают вести праздники для детей, проводят семейные занятия. Во многом свой успех Ирина объясняет работой тех людей, которых ей удалось собрать в одну дружную команду. Как она как-то тюнеет. Это собачка-жучка. Погнать ее, Саша, погнать собачку. Педагог-психолог Елена Гринина работает в этом коллективе уже два года. Настоящий мастер своего дела. Она любит детей и не представляет себе другой профессии. Она проводит развивающие занятия, результат которых заметен уже после первых уроков. В нашу группу входит небольшое количество детей. Это шесть детей. Их сопровождающие. Или мама, папа, бабушки иногда приходят. Иногда приходят нянечки, кто вместе с ребятишками. Постигает, что такое квадрат, что такое круг, овал и все остальное. То, что должен знать ребенок в этом возрасте. Наше занятие построено на 30 минут обучалок. То есть мы играем в этой комнате обучающей занятия. 20 минут мы играем в сенсорной комнате. Ирина Каторина однажды сама привела свою дочь на занятия в детский клуб. И здесь же нашла себя как специалиста. С тех пор прошло уже два года. Ирина продолжает трудиться в этом коллективе. Она занимается с детьми как педагог. А в свободное время решает административные вопросы. У меня у ребенка была проблема небольшая. Мы закрывались от взрослых. Если с детками мы шли на контакт, то со взрослыми не очень. То есть здесь нам помогли. Мы решили эту проблему. Естественно, весь преподавательский состав, все наше руководство, которое сейчас уже мое руководство, они пошли нам навстречу, всегда доброжелательные. Поэтому я, наверное, и пришла сюда работать. Потому что к нам хорошо относились, когда я ходила на группу. И сейчас, как бы работая в этом коллективе, у нас очень дружный коллектив. Мы всегда друг друга понимаем. Спасибо большое начальству, что они входят в наше положение. То есть у нас у всех есть детки. Если вдруг у нас какие-то проблемы, там ребенок заболел или что-то, они нам идут всегда навстречу. То есть помогают. С этим проблем нет. На днях Ирина Шепталова открыла новый филиал детского клуба. На этот раз уже в Самаре. Она уверенно смотрит вперед и строит планы на будущее. Сейчас бизнес-момент старается получить лицензию, чтобы вести образовательную деятельность. И при поддержке коллег у нее все получится. На прошлой неделе мы затронули тему продвижения бизнеса при небольших бюджетах. Сегодня мы продолжим разговор. На все вопросы ответит креативный директор агентства брендинга и рекламы Лена Лукина. Здравствуйте. Я знаю, вы постоянно проводите семинары на эту тему на территории Самарской области. Скажите, кто посещает эти семинары? Рекламная кампания при небольших бюджетах тема очень актуальна сейчас. Потому что, ладно уж, малый бизнес. Средний и крупный начинают, опять же, с 2009 года, начали пересматривать свои бюджеты. И, скажем так, если раньше тратили бездумно, по принципу, мы 500 раз разместимся там на телевидении, нас узнают, то сейчас начали выбирать и начали действительно искать наиболее эффективные решения. Вот. И поэтому эта тема актуальна. Часто очень приходит совсем немало бизнес на эти семинары. Вот. Потому что, ну, что такое эффективность рекламы? Это мы вложили 100 рублей, мы получили с этой рекламы 120 рублей. Вот эффективность, скажем так, рекламы – это те 20 рублей. Просто в условиях каких-то больших бюджетов мы вкладываем совсем не 100 рублей, а гораздо больше. Вот. Поэтому важно, чтобы эта реклама, инвестиции эти вернулись, и вернулись с каким-то там, ну, серьезным такими, с каким-то серьезным эффектом. Какие вопросы чаще всего задают предприниматели на ваших семинарах? Самая большая проблема у малых предприятий – это то, что у них нет отдельного человека, который бы занимался этой темой. Потому что если нет человека, который несет ответственность за привлечение новых клиентов, продвижение компании, то, ну, как бы она подвешена в воздухе, ей занимаются все. И чаще всего я рекомендую либо найти какие-то средства для этого человека, да, на оплату этого сотрудника, либо хотя бы элементарно брать студентов на практику, там, я не знаю, там, или там привлекать родственников своих, ну, что ты делаешь, чтобы этой темой занимался отдельный человек. Вот. Чтобы он чувствовал ответственность за ее ход. И все-таки, как вы считаете, какой способ рекламы более эффективен? Реклама, она сама по себе не работает. Она работает на решение какой-то задачи. Вот исходя от задачи, данный носитель может работать отлично на телевидении. Чаще на семинарке я, например, говорю, что телевидение – это такой имиджевый способ рекламы. Вот. Мне начинают возражать, говорят, а у нас она работала. То есть, хорошо, я же не спорю. Телевидение отлично работает для каких-то конкретных целей. Для каких-то конкретных целей работает, я не знаю, радио, а для каких-то – интернет. Поэтому мы должны понимать, какой у нас бизнес и какие цели нам нужно решить, какие задачи. Я, наверное, буду права, если скажу, что сейчас большую часть сил рекламных тратится на интернет. Дайте несколько советов нашим предпринимателям. Самый главный совет – ничего не бояться. Пробовать новое, пробовать любые идеи, которые приходят к вам в голову, слушать идеи ваших сотрудников. Забудьте эти слова, которые, ну, например, фразы «это не будет работать потому что», «нас не поймут», «мы так никогда не делали». Вот эти слова исключите из вашего лексикона. Вы находитесь в условии конкурентной борьбы. И чтобы победить в этой конкурентной борьбе, нужно идти вперед, нужно какие-то смелые и неординарные решения принимать, и нужно уметь доверять людям. Вот это еще очень важный момент, потому что это доверие вы никогда не сможете прыгнуть выше головы, если вы не будете доверять специалистам по рекламе, либо вашим сотрудникам, которые говорят, давайте это сделаем. Лена, я благодарю вас за нашу беседу. Надеюсь, предприниматели воспользуются вашими советами. А теперь переходим к новой теме. На днях в Самарской области стартовал чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Участники этой игры становятся менеджерами крупных международных компаний и соревнуются между собой за право стать лучшими на рынке. Сейчас идет первый раунд Кубка Самарской области. Он продлится до 10 декабря. Финал состоится уже в марте 2014 года, где встретятся 16 сильнейших команд. В результате две из них отправятся на всероссийский финал чемпионата, где поборются за право стать лучшей управленческой командой России. Стоит отметить, что для участников эта игра проходит на безвозмездной основе. Она помогает обрести бесценный опыт в управлении бизнесом. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области приглашает предпринимателей принять участие в межрегиональной экономической деловой миссии в Чувашскую республику, город Чебоксары. Членам самарской делегации на безвозмездной основе предоставляется транспортное обслуживание по маршруту Самара-Чебоксары-Самара, услуги по организации деловой программы, бронированию гостиницы. Заявки участников принимаются по телефону в Самаре 212-03-29, 212-03-39, а также 249-02-12.